В 1687 и 1689 году не очень удачно прошли крымские походы. Они знаменовали начало русско-турецкой войны, которую продолжит уже царь Петр I. В 1689 году Петру исполняется 18 лет. Софья по праву должна уступить престол, но она пытается остаться у власти благодаря все тем же стрельцам. У нее ничего не выходит. Петра I признают законным наследником. Азовские походы в 1695 и 1696 году продолжили русско-турецкую войну. По итогам Константинопольского мира в 1700 году к России отошел Азов и другие захваченные территории. Конечно, важно сказать и про Великое посольство Петра. В первую очередь посольство было отправлено для привлечения союзников в борьбе с османами. Также царь знакомился с европейской культурой. При Петре I печатается первая в России газета «Ведомости». Первый номер вышел в 1703 году.